Лампады раздают всем желающим под голос легендарного Юрия Левитана. Главные гости, дочери погибших на войне фронтовиков южноуральцев, поднимаются с мест. Объявлена минута молчания. Поисковый отряд «Ориентир» всю неделю проводит на Кировке мемориально-образовательной выставки. Свеча памяти посвящена Дню памяти и скорби. Лампады, которые мы сегодня в 7 часов начнем зажигать и ставить у памятника добровольцам-танкистам, будут гореть до 3-4 часов, до того момента, когда началась война. Лампады заполняют контуры числа 77. Именно столько лет прошло с 22 июня 1941 года. Вечная память всем нашим героям и от общественного движения «Соцгород», от нашего руководителя, депутата Государственной Думы Российской Федерации Андрея Викторовича Барышева. Мы желаем всем нашим ветеранам здоровья на долгие-долгие годы. В общественном движении «Соцгород» есть такая традиция – вручение памятных знаков член семьи погибшего защитника Отечества. Уже более тысячи знаков вручены на протяжении трех лет. Нина Насибулина своего отца Ивана Никифоровича ни разу не видела. В торжественном вручении памятных знаков принимают участие юные кадеты. Именно вот этот факт передачи медалей, вручения медалей в обстановке торжественной, в присутствии для детей, он, конечно, имеет такой воспитательный эффект, очень важное значение. И здесь нужно отметить роль «Соцгорода» именно в этом взаимодействии между школой и ветеранами. Акция «Свеча памяти» традиционно объединяет все города России. В последние годы она стала международной. Юлия Алексеева, Егор Голубкин, СТС Челябинск.